Вопрос. Стирает ли принятое Аллахом паломничество большие грехи? Ответ. Хвала Аллаху. Достоверно передается в обоих сахихах от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям сказал. Тот, кто совершил хадж, паломничество, не приближался к половой близости ни словом, ни делом, и не грешил, вернется таким же, каким родился, то есть чистым от грехов. Он да благословит его Аллах и приветствует, также сказал. Аумра, малое паломничество до следующей Аумры, является искуплением совершенных между ними грехов. Что же касается безупречного, принятого Аллахом хаджа, то нет за него иного воздаяния, кроме рая. Паломничество и иные праведные деяния являются причинами прощения грехов. И это в том случае, если поклонение было совершено верным по шариату способом. Большинство ученых считает, что праведные деяния стирают только малые грехи. Что же касается больших грехов, то для искупления требуется покаяние. В доказательство они приводили хадис от Абу-Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саляллаху алейхи ва салям, сказал. Пятикратная молитва, а также пятничная молитва до следующей пятничной молитвы, и Рамадан до следующего Рамадана являются искуплением грехов, если не совершались большие грехи. Имам Ибн-Уль-Мунзир, да помилует его Аллах, и группа ученых вместе с ним считали, что безупречное паломничество является искуплением всех грехов, как на это указывает очевидный смысл двух первых хадисов. Аллах знает лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok